Всем привет! Наше утро начинается так. Заводим котел. Так как вчера приехали из России поздно ночью, оказалось у нас закончилось топливо. И с утра пытаюсь завести котел. Топливо закончилось, бочка закопана 3 тонны во дворе. Сейчас ездил, купил 50 литров, залил пока, вот пытаюсь завести. Что-то пока не заводится, может быть воздуха глотнуло. Уже раза 3-4, наверное, помпу включил, что-то она не тянет. Очередной раз пробуем. Вот такой у нас котел стоит. Работает на дизеле и на электричестве. Но электричество я отключаю, чтобы не тратилось. Что-то долго включается. Да, расход в этом году вышел у нас где-то тонну, 300 тонну, 200 в год. Что заказывали зимой тонну. О, начал. Давай, бедненький, заводись. Не, не хочет что-то. Сколько качает, качает немножко и отрубается, ну, чтобы не сгорел. Перегрева, чтобы не было. Такой котел покажу. Единственный минус, то, что у нас нету датчика, сколько топлива остается в баке. Приходится высчитывать, как говорится, на глаз. Температура, которая в котле выставляется. У нас от него идет обогрев дома, горячая вода и подогрев полов. Все от него работает. Год выпуска я его не помню, но не очень старый. Тормостан здесь. Так, вот такой котел. Вот, включился, можно опять включать. Сейчас было вообще пол дня заводил. О! Только сказал. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Давай, родникей, давай. У меня сейчас от улицы не поступает топлива. Раскачегается, что ли? Ну, все, дело пошло. Скоро будет горячая вода. Нагревается так, я поставлю горячая вода, пусть у нас будет 70 градусов. У, даже запахло чуть махлом. Дизелем, вернее. Так, помпа включена, электричество отключено. Не понял. Электричество отключено, масло включено. Это не надо. Температура в доме на нуле. Батареи не нужны. Так, все. Сейчас в котле у нас, короче, по нулям. Температура воды 20 градусов. Сейчас догонится она до 60, ну, хоть 60 даже. Для этого не надо слишком горячее. Помпа, помпа у меня стоит на минимальных, но это не надо сейчас. Вот 60, сколько-то, 50 литров я залил. Сейчас подорожал, что-то дизель, и все, и бензин подорожал очень сильно. Вот. Вчера были, в принципе, козы вчера в России. То же самое. Бензин, смотрю, 43, что ли, 44 рубля, 95-ый. Дизель не смотрел, сколько стоит. А здесь выросло тоже, там, на 20 центов, что ли. Был евро 40, евро 50, что ли, евро 70, что ли. Так вот все дорожает. Вот такие дела с коротком. Идем дальше делать домашние дела. Перед тем, как идти делать домашние дела, решил приготовить себе обед. Гамбургер. Купил вчера по дороге ехали гамбургер. Вот. Два купил. Один съел. Один съел на холодную, как говорится. А второй сейчас решил дома приготовить. Сейчас обжарим котлетку, входящую в этот гамбургер. Вот, порезал чуть-чуть помидорочков с огурчиками. Фу, что-то он какой-то паленым пахнет. Фу. Как я думал, что-то... Да? А там просто хлебушек чуть прилипил. Я решил... Ой, какая красивая котлетка-то у нас. Состав этой котлетки, конечно, непонятен. Неизвестен. Ну, мясо есть, наверное, какое-нибудь, чье-нибудь. Не выдумываю. Сейчас соленам, скажем. Ой, давай, жарь, жарь. Тут хорошо, что масло-стекло-листок, сковород, скрывая. Нет, коровно. Ой, я масло не жарю, я масло по краям налил, смотри. Как в этих лучших макдональдсах или каких-то там, бургер кинга. Это, как их называют-то? Мы Black Star сейчас бургер сделаем. Подгорит чуть-чуть. И черные перчатки не нужны. Бургер от коляна. Так, помидорку сделаем. И знаешь, сейчас булочка. Так. Сырочек у нас какой-то тоже тут пахнет чем-то. Булочка так. И соус еще входит. Так, кетчуп, наверное, простой же, да? Так, но мы добавим майонеза. Майонеза. Не понял. Нормально, тревочка. Все отлично. Так, сейчас никто не будет его кушать. Ева не будет, я уже спросил. Ольга такое не ест. Так, что делаем? В первую очередь, ложим булочку сверху. Чего помазать не надо? Так, сверху ложим. Кладем. Сейчас майонезик у надо взять. Майонез у нас, майонез, майонез. А есть у нас майонез? Майонез. Это что, открытый, закрытый? Вот у нас. Каль, Рик, она перепелин. Елочка, привет. Елка, подержи. Папа сейчас майонез откроет. Я вообще-то воду хотела на себя налить? Да, ничего, страшно. Ладно. Маска, можно? Конечно, эта еда, как сказать, не полезная. Думаешь, вкусная будет? Не знаю, может быть, не вкусная. Ну, может быть, не вкусная, что-то тут упало. Елоку горует. Так, сверху сыр. Нет. Не вкусно? Нет. И чуть-чуть кеччу подобавим, чтобы не выкидывать. Просто парк. Критишку выплечить. Критишку. Угу. Мам, ну, это все выкидывается. Сейчас, подожди. Буду замереть. Интересно, как, правда, делают эти гамбургеры? Хоть бы раз посмотреть, что они там лепят. Кидают овощи, заливают соусом. Ну, все, мой бургер. Понижим. Бургер. Кинг. Какой кинг? Супер бургер! Сейчас пробуем. Прям так, что ли? Ой, ты че. Вкусно? Ну, такой, как будто, как летний, знаешь, такой. Хочешь пробовать? Ну, взять-то за стол нормально, как бомж. Начинать. А мне тоже учиться все. Йо, надо попробовать? Не надо, Йо, это пробовать. Это опасно для жизни. Почему? Да можно пора, у тебя есть сок? На, попробуй. Сок у меня нет. На, где папа не кусал. Я купил. О. Не очень? Ну, такой летний, да, вариант. Я не знаю. Дешевый вариант, евро стоит. Значит, летний вариант. Ну, че, нормально? Елочка, давай кашку рисуем. Давай, мамка, кашка рисуем. Все, больше не будешь? Угу. А если помидор? Да. Не повезло с майонезом. Ну, че. Нормально так перекусить по-быстрому? Ну, когда жена не готовит, да? Идем дальше работать. Так, ну что, Елочка, заводи уже газонокосилку, что ли? Как? Как, как? Вот эту, держись здесь. Вот так, стой. Сейчас папа заведет. Что-то она у нас не едет. Сейчас будем разбираться. Так, стоп, Елочка. Так, открываем заглушку. Так, держи только-то. Нажимай на рычаг. Я нажимаю. Дай. Вот это привод. Нажимаю и не едет. Поднимаю, колеса крутятся. Ставлю, не едет вообще. Что-то гремит там внутри колес. Короче, вообще не едет. Как вообще не едет? Что-то значит у нас в колесе, Ева. Так, что у нас тут по топливу-то? Так, топливо-ноль. Что я как раз привез бензинчика из России. Сейчас зальем. Что ты делаешь? Так вот, надо. Еще, нету головки сегодня. Ого. Что случилось? Ищем проблему. Почему не работает привод? Вот и проблема. Дай камеру. Вот в чем проблема. Привод. Железное колесо, пластиковое внутри. И все шлицы она скушала. И что делать будем? Покупать новую. Покупать новую? Кого? Кого? Испец. Никак не сделать то уже вот это вот. Что вот это? Шлицы-то железно. А чтобы здесь железное тоже было бы. Блин. Ей, не надо делать. А что-то прикольно. Короче, значит будем без привода. А что привод значит? Привод, это значит Ева колеса у нас. Не крутятся теперь будем. Без привода. Так, сейчас мы посмотрим сколько стоят колеса. R53 SV. Передний привод. Короче, колесо одно стоит. 51 евро 20 центов. Как мало. И плюс еще доставка, наверное. Мало очень. С Хельсинки. С Хельсинки? Это два колеса, это получается 100 евро. Два колеса 100 евро? Да. Ну ладно. 102 евро. Может что-нибудь придумать как-то можно сделать. Что намотать что-нибудь? Резинку. Резинкой не она будет скользить. Но не для волос. Резинка. Шестеренку побольше сюда. У меня есть такие резиновые резинки. Ой, железные. Нам надо два колеса. На, держи, я обратно поставлю. Будем тягать руками пока. Подумаем. Что-то дороговато, как два колеса. С чем-то евро. Мы газонокосилку. Дешевую можно купить за 150 евро. Зато эта косилка мощная. 60 кубиков что-ли, что-то 53. А это что, плохая проблема? Большая проблема? Ну, колеса что-ли, что она не едет. Она тяжелая ее таскать. Если чуть-чуть покосить, то нормально. Если много косить, так сказать-то тяжело. Ладно, пойдем у твоего домика все скосим. Сейчас зальем бензинчика. Это газонокосилка 4-х тактная. Бензин смешивать не надо с маслом. Как ты понимаешь, что это легкая тактная? Вот так, чтобы бензин чистый заливается. Так, ты 98-й люль, а я сейчас 95-й залью. Лукоиловский. Да, сухость такая на улице. Трава-то не растет толком. Не все равно, надо спросить, а то там уже такая трава семена. Субтитры сделал DimaTorzok. кое-как скосил травку местами конечно осталось так все не растет трава она все-таки закажу я машин 10 суда земли засыплю заново новым слоем осенью и выровняю как вот у соседей вровень что было высоту что что-то какой-то это бред по чуть-чуть по чуть чуть каждый раз нет лучше сразу сосед сказал 8 или 10 машин он привез себе высыпали трактор разровнялся и все стало нормально думаю сделаю то же самое прямо так вот взять отсюда выровнять все чуть-чуть склон оставить чтобы вода соседям утекала надо мне дров напилить дрова закончились остались 6 года не распилены сейчас распилю раскалю пару чурочек сауну уступить на уже пора за дровами ехать заготавливать дрова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok